Всем привет и слава Украине! Передача новостей с Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас традиционная дипломатия итоги недели с хорошо знакомым и любимым вами Валерием Чачилашули. Приветствую, Валер, очень рад видеться. Гелла, приветствую, приветствую наших зрителей. Слава Украине! Слава! Входите с нами в контакт, пишите, комментируйте. Ставьте лайки, это нам помогает в работе с вами. Валер, ну что, конечно же, главная тема региональная – это встреча в Вашингтоне. Встреча в Вашингтоне, где, в принципе, ну что сказали? Сказали, что стороны договорились о том, что достигли определенного прогресса, но нужно продолжать переговоры. Это значит, что когда в таком языке говорят дипломаты, и в конечном итоге МИД, когда на таком языке говорит, это означает, что ни к чему не пришли, или все-таки означает, что прогресс определенный был. Ну просто-напросто действительно надо продолжать переговоры, потому что это не единовременный процесс. Результаты переговоров для меня означают следующее дело. Во-первых, для меня ясно, что стороны уже четко себе представляют структуру договора, его скелет. Это раз. Второе. Некоторые положения были согласованы еще с предыдущего дипломатического марафона. Теперь, очевидно, к ним прибавилось еще несколько согласованных положений. Но одновременно все стороны подчеркивают, что необходимо продолжать работу. И в этом смысле я больше всего внимания обратил на комментарий Плинкина, госсекретаря США, который сказал, что он уже говорит не о месяцах, он говорит о неделях и месяцах. Значит, недели появилось в первый раз в его оценках. Это означает, что он сейчас более оптимистично настроен на итог переговоров. Но он еще сказал, что понятно, что все трудные вопросы остаются на последний этап. И с этой точки зрения переговоры будут еще более сложными. Но в общем и целом для меня ясно, что переговоры имеют успех. Первый и второй раунды Вашингтонского марафона дипломатического прошли успешно. И теперь мы еще немножко, может быть, или, может быть, серьезно приблизились к завершению работы над договором между Арменией и Азербайджаном. Ну, лучше об этом, конечно, знают азербайджанские дипломаты и армянские дипломаты. И американские посредники, которые над ним работают. Но все то, что происходит, во-первых, встреча состоялась, потому что некоторые там сомнения возникли у некоторых, что вот, мол, она отложена, почему. Она состоялась, она прошла. Первый марафон был четырехдневный. Этот марафон трехдневный. Значит, стороны друг к другу перетираются, слышат аргументы, работают над этими аргументами, возвратившись домой в собственные столицы. Приходят, так сказать, с новыми идеями за стол переговоров. И это позволяет им согласовывать дополнительные положения договора. Ну, нормальная дипломатическая, то есть нормальная как? Она в экстремальных условиях идет, эта работа. И я еще раз выражаю свое самое глубокое уважение нашим коллегам, дипломатам из Баку, из Еревана, за их такой очень тяжелый труд. Потому что, ну, оно того стоит дело. Потому что то, что они делают, оно выведет не только армяно-азербайджанские отношения, но и весь регион Южного Кавказа в совершенно новое пространство. Да, и значение этого трудно переоценить. Еще раз им самое глубокое мое уважение. Несомненно, Валерий, самое главное, эти люди своей работой, что нужно особо подчеркнуть, сейчас спасают жизни, конкретные жизни людей, молодые жизни. Чем лучше будут работать дипломаты, чем лучше они, значит, сделают свою работу, тем больше жизни их будет спасено. Я думаю, это тоже очень, это самое главное в этом плане. Но в этом плане у меня к тебе вот такой вопрос. Смотри, соглашение называется «О мире и установлении межгосударственных отношений». И, в общем-то, спор по этому соглашению, даже между Москвой и Вашингтоном, скажем так, или коллективным Западом был по какому поводу? Москва всегда говорила по понятным ей причинам, что, ну, ребята, соглашение должно быть как бы завершающим этапом. Вот это, обо всем договорились, и про Карабах, и про коммуникации, и про границы, и про демалимитацию, и про демаркацию, про все, про все договорились. А потом уже заключаем этот договор. У Вашингтона и вообще, и у европейцев тоже был другой подход. Что, ребята, давайте заключим соглашение о мире, а потом уже все остальные вопросы можно решать в рабочем порядке. Насколько, не потому что там Москва, а там Вашингтон, а насколько тебе кажется вообще, с точки зрения классической дипломатии, более правильный подход какой в данной ситуации? Значит, вся дипломатическая практика Гела говорит о том, что подписание мирного договора, не мирного, а в данном случае будем говорить рамочного договора. Это очень важный, но только один из этапов развития двухсторонних отношений. Потому что иначе, если бы было по-другому, получается, что после заключения рамочного договора вообще ни над чем не нужно работать, что ли? Есть очень много примеров, ну в том числе, например, возьмем Южный Кавказ. У Грузии есть рамочный договор и с Арменией, и с Азербайджаном. Но процесс делимитации, демокрации границ не завершен ни с Арменией, ни с Азербайджаном. Это очень сложная тема, сама по себе требует деликатного подхода. Кроме того, жизнь продолжается, развивается, возникают новые сферы сотрудничества, какие-то перспективные, заключаются новые договоры. Так что, ну, конечно, мирный договор это очень серьезный документ, рамочный, определяющий основные принципы взаимоотношений. Но это совсем не означает, что дальше ничего не надо будет делать. Поэтому совершенно логичный подход, что вот этот договор, над которым сейчас идет работа, он должен быть, работа над ним должна быть завершена. И как раз, как раз подписание этого договора откроет совершенно новые, новые пространства для сотрудничества. И двустороннего, и трехстороннего с участием Грузии, и регионального в более широком смысле этого слова. Вот, да. Но я что хочу еще сказать, что хотел, о чем хотел поделиться, каким наблюдением. Значит, по мере того, как мы будем приближаться к завершению переговорного процесса и возможному подписанию этого чрезвычайно важного документа, партии войны, о которых мы говорим, основная партия войны это в Москве, это понятное дело. Но, кроме того, еще маленькие партии войны и в Армении, и в Азербайджане. Вот эти партии войны, они будут всемирно, так сказать, ужесточать свое противостояние этому процессу. И особенно этого следует опасаться со стороны Москвы, потому что практически подписание мирного договора выбивает всяческую почву из-под ног российской дипломатии на Южном Кавказе. Понятно, почему. Потому что нормально они конкурировать не могут, тем более, с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Вот. А возможности манипуляции силовыми решениями, там, и вот традиционной российской дипломатии в стиле разделяя властвуй, вот эта почва из-под ног уходит. Поэтому они будут за это сильно цепляться. Единственное, что им может помешать, это собственные внутренние проблемы и трудности. Турбулентность, да? Вот эти все пригожинские дела, эти, так сказать, соперничество башен Кремля, которое во что переродится и во что вылиться, еще непонятно, никто не знает об этом. Но ясно, что там что-то такое происходит, что, в общем-то, стабильности, собственно, не способствует. А тут еще решающий фактор еще наши украинские братья и сестры, которые захватывают все больше инициативу, стратегическую собственные руки. И я надеюсь, что результат этого всего мы увидим. И это все идет в одном контексте. Вот у нас был вебинар, да, и я там позволил себе высказать мысль о том, что окончание этой войны в Украине, да, этой варварской войны, которую начала Россия, да, освобождение Украины и окончание этой войны будет где-то по времени совпадать с подписанием вот этого соглашения, о котором мы с тобой говорим. Это не потому, что просто хронологически я так вижу, а просто вот логика политического процесса говорит о том, что это должно произойти более-менее одновременно, потому что это связано с основным фактором ослабления России и на том фронте, и на этом. Понятно, понятно, что это действительно так, но у меня вопрос к тебе как к дипломату. В Армении часто говорят о том, что необходимы, вот к этому рамочному мирному договору необходимы гаранты. Ну, там есть отдельный вопрос, и мы с тобой об этом поговорим, по гарантиям безопасности Армян Карабаха, но и к самому договору необходимы гаранты. Насколько вообще в международной практике это возможно, принято, и насколько этот вариант может быть, и кто может быть гарантом? Ну, я позволю себе предположить, что ты не скажешь, что гарантом может быть Россия, в этом случае. Может быть. Да, гарантом Россия вряд ли может быть чего-то, потому что она, в принципе, потеряла авторитет и репутацию в регионе в общем, но, кроме того, и в глазах Азербайджана, и в глазах Армении. По разным причинам, разная динамика этого процесса, но процесс один и тот же. Да, значит, поступательно съеживается, сжимается репутация и авторитет России вообще во всем мире, в принципе, что понятно. Ну, и конкретно здесь, на Южном Кавказе, что выливается и в ее, там, потенциал ее, так называемого, посредничества. Теперь... Вообще нужны ли гаранты? Вообще, ну, вообще, в принципе, когда подписывается рамочное соглашение между государствами, это означает, что они выходят на такой определенный уровень доверия, который, в принципе, помогает им решать эти проблемы и без внешнего всяческого там гарантирования, вмешательства и так далее. Здесь мы имеем дело с очень болезненным процессом, потому что более 30 лет, это война, много людей пострадало и так далее. Это преодолевать будет тяжело. Гарантии? Ну, я не знаю, в принципе, напрашивается вывод о том, что кто, кого стороны считают честным брокером и с помощью кого они добиваются подписания этого мира, причем посредничестве это происходит, ну, логично было бы, чтобы обе стороны были согласны с гарантиями вот именно вот такого честного брокера. В данном случае это Соединенные Штаты и Европейский Союз. Какие формы будет принимать эта гарантия? Как это будет, во что это будет трансформировано и как это будет выглядеть на земле? Сейчас об этом трудно говорить, да и не нужно. Сейчас главное завершить работу над договором, собственно, да, и выйти на подписание, на подписание этого договора. Ну, вот, ну, а далее, так, а далее надо будет думать над многими другими вещами, в том числе возможностей. Хотя, хотя гарантии и в процессе это можно обсуждать, понятно, да, можно и в процессе это обсуждать. Может быть, как раз это является одним из тех положений, которые сейчас обсуждаются и по которым еще не достигнуто согласие. Мы же не знаем, мы же не знаем, ну, мы знаем, что, значит, вопрос, вопрос гарантии в Карабахе, о котором мы с тобой поговорим, да, как ты сказал. Да, это является основным камнем преткновения, наверное. Вот, ну, делимитация, демаркация процесса, динамика там, организация этого процесса тоже может быть сложным вопросом. Ну, и вопрос о гарантиях может быть таким же сложным вопросом. Мы же не знаем, о чем разговаривают на самом деле и что является этими, какие проблемы они испытывают, делегации на переговорах. Ну, с другой стороны, смотри, ну, вот классика жанра, правда, там немножко про другое было, тем не менее, классика жанра – это Будапештский меморандум, который, вы так и будете смеяться, но Будапештский меморандум выполнен. Он выполняется, Будапештский меморандум, так или иначе, Западом. Но мы же знаем, как он выполняется и почему он выполняется. То есть, чего стоит эта международная гарантия? Вот это тоже очень важно. Чего они стоят? Ну, во-первых, меморандум Будапештский, это 6 декабря 1994 года. Значит, во-первых, это меморандум. Это с точки зрения юридической практики не юридически обязывающий документ. Если бы, например, он был потом проголосован на Совете Безопасности ООН, или если бы это был не меморандум, а договор или соглашение, которое было бы ратифицировано всеми участниками и так далее, это был бы более юридически обязывающий документ. Хотя, России не помешало бы ничего его нарушить, потому что Россия много раз, многократно нарушала юридические, очень жестко взятые на себя обязательства. Лучший тому пример это договор от 31 мая 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, который был и ратифицирован, и регистрирован в ООН и так далее. Кстати, договор о демаркации, демаркации уже при Путине, который был подписан и ратифицирован, он тоже самое был, так сказать, вышвырнут в окно без всяких колебаний. Будапештский меморандум, ты прав, он выполняется, но он нарушается одной из сторон. Одной из сторон он нарушается, а другими сторонами, слава богу, он выполняется. Причем он нарушен Российской Федерацией несколько раз. Теперь другое дело, что именно поэтому гарантами должны выступать те силы, те государства или объединения, в данном случае Соединенные Штаты и Европейский Союз, которые ответственно и серьезно подходят к своим гарантиям. Какой смысл, например, сегодня? Ну, понятно, что вообще ни о каких гарантиях тут Российской Федерации не может быть и речи, но если подойти с точки зрения анализа исторического этого процесса, какой смысл сегодня? И вообще, кто может надеяться на какие-то гарантии Российской Федерации, которые захватывают территории суверенного соседнего государства после предоставления всех возможных гарантий этому поскольку и в двухстороннем формате, и в многостороннем формате, и как члену, основателю организации объединения и так далее. Какие гарантии? А гарантии Соединенных Штатов и Европейского Союза – это другой категории и весомости гарантий. Вот. Наверное, об этом в сторону и рассуждают в переговорах. Да, это очень интересно. И сейчас мы переходим к самому сложному вопросу. Это вопросу о, скажем так, это вопрос о безопасном проживании армянского населения Карабаха в составе Азербайджана. На самом-то деле, Валер, вот я тебе выскажу свое мнение. Если бы изначально, не изначально, а вот даже прямо сегодня, в сторону бы сказали друг другу, ребята, давайте договориться вот только об этом, все остальное мы решим, остальное решаем, остальная фигня, и потратили бы все свои усилия, всю свою политическую волю для того, чтобы убить и свое общество и так далее. Что для Азербайджана будет лучше, если армяне останутся и будут жить в Азербайджане. А для армян Карабаха тоже это будет очень комфортная ситуация, потому что понятно же, что это будут как бы образцово-показательные моменты. Зрелости азербайджанского государства. Тогда бы, может быть, не было бы потрачено столько усилий зря, и главное, не было бы потеряно столько жизни еще дополнительно, потому что одна человеческая жизнь – это уже очень много, к сожалению, и больше, чем одна. Но этого не происходит. И вот сейчас опять идут разговоры о том, что вот давайте вежуродные гарантии армянам Карабаха, чего Баку, конечно, не хочет делать. Мне в личке спросил один из тех, кто подписан у меня на Фейсбуке, моих френдов фейсбуковских друзей, значит, спросил следующий, пожалуйста, спроси и у армянских, и у азербайджанских экспертов, что значат эти гарантии безопасности армянского населения Карабаха. Ты не азербайджанский, ты не армянский эксперт, но я все-таки у тебя спрашиваю, что это означает? Само понять. Я бы поделил, я сейчас попробую что-то сформулировать, я не знаю, насколько это будет приемлемо или для одной, или для другой стороны, но я бы поделил это на два таких подкомпонента. Первое, это, собственно, безопасность тех людей, которые будут жить в Карабахе. Значит, ну, во-первых, там же, в принципе, до конфликта, насколько я понимаю, жило и азербайджанское население. Да, конечно. Значит, во-первых, надо обеспечить возвращение всех беженцев и временно перемещенных лиц, значит, в места своего постоянного проживания. Да, это азербайджанцы. Теперь, надо создать условия, при которых армянская и азербайджанская общины Карабаха будут жить вместе в безопасности и пользоваться, значит, гарантиями там своих стандартов жизни, благополучия и так далее. Теперь, если спросить, наверное, экспертов из Армении, как они себе видят гарантии, да, они скажут, что должно быть присутствие там вооруженных каких-то лиц из третьих стран, каких-то подразделений, которые будут осуществлять полицейские функции, будут, так сказать, гарантами и так далее. Да, это скажет эксперт из Армении. Если спросить эксперта из Азербайджана, он скажет, что ответственность за всех лиц, которые проживают в Карабахе, граждан Азербайджана, будь то армянской национальности или азербайджанской национальности, это дело, значит, правоохранителей Азербайджана. Мы берем на себя эту ответственность, и никто нам не нужен тут, никакие там вооруженные формирования, потому что этого Азербайджана своей территории не потерпит. А в том, чтобы население Карабаха жило в безопасности, в благополучии и так далее, заинтересованы прежде всего мы, и мы это будем делать, потому что это обязанность нашего государства, и мы всегда об этом говорим. Вот это скажет азербайджанский. Теперь, где тут золотая середина, да, чего можно достичь? Я думаю, что достичь каких-то гарантий, если исключить силовой компонент, можно тем, чтобы транспарентностью, открытостью раскрыть Карабах. Раскрыть Карабах для того, чтобы все мировое сообщество, и кому это интересно, все бы буквально на ладони видели, как и что там происходит. Что там делает азербайджанское правительство и государство для того, чтобы остановить инфраструктуру, например, обеспечить основные права для проживающих людей и так далее. Как можно достичь этого, этой транспарентности и открытости? Ну, например, организации там, ну, представим себе, например, что CNN, там Fox News и BBC открывают свои главные офисы в Баку, да, и свои отделения открывают в Карабахе. И, например, получают неправительственные организации из Армении вместе со своими коллегами из Азербайджана, а еще лучше будет, если они в симбиоте вместе НПО Азербайджана и НПО Армении, кстати, этому и ты способствуешь своим каналам, потому что люди узнают друг друга и испытывают друг друга уже, ну, есть люди, которые из Армении, из Азербайджана, эксперты, они, по крайней мере, в личных отношениях, они, так сказать, они налаживают эти личные отношения, слушают люди друг друга и так далее. Почему бы этим МПОшникам не организовать какие-то совместные команды, которые будут работать там на земле, да, и которые будут раскрывать этот процесс и рассказывать честно и о том, какие проблемы есть, и, что самое главное, рассказывать о том, какие успехи есть в том, что азербайджанская и армянская общины начинают жить друг с другом, общаться друг с другом, осуществлять какие-то совместные проекты и так далее. К этому, может, с точки зрения экономического развития и привнесения каких-то дополнительных финансовых ресурсов может подключиться Евросоюз, он с интересом и это сделает с удовольствием. Есть такие средства. В конце концов, Карабах – это не такая большая территория, да, вполне ограниченными ресурсами, там, пару десятков миллионов евро уже может оказать очень серьезное влияние. Кроме того, что у азербайджанского государства, собственно, тоже есть этот экономический ресурс. Кстати, этот экономический ресурс есть и в Армении тоже, который сегодня поддерживает на плаву, да, так сказать, там, этот Карабах, да. Эти ресурсы тоже будут как-то объединить в какой-то один фонд, который будет управлять совместно сопредседатели с армянской и с азербайджанской стороны. Я понимаю, что это очень, сейчас это звучит немножко так, но, понимаешь, с чего-то дело надо начинать. И, в принципе, вот эту всю работу, о которой я говорю, ее можно начинать прямо сейчас, не дожидаясь, не дожидаясь окончания работы над этим договором, потому что как только договор будет подписан, эти все структуры должны одновременно с этим, или, может быть, даже до того, начать какую-то работу. Кстати, вот это, то, о чем я сейчас говорю, это может стать предметом переговоров и карабахской общины с Баку, который вот мы ждем, что начнутся эти переговоры, кто-то им мешает, кто-то на них настаивает и так далее, но, к сожалению, мы пока не видим в реальности, да. Но есть много чего, о чем можно договариваться. Вот. И таким образом, вот как-то, да, еще один компонент, еще очень важный, это, значит, доступ, свободное передвижение граждан Азербайджана, которые живут в Карабахе, да, армянской национальности, их свободное движение в Армению, и наоборот, посещение своих родственников из Армении. То есть, получается, что на какой-то переходный период надо ввести какой-то режим, в соответствии с которым владельцы паспортов Армении смогут передвигаться по Волочинскому коридору. Кстати, это можно синхронизировать с режимом для владельцев азербайджанских паспортов по свободному доступу в Нахичевань. Это тоже должно быть, так сказать, двумя компонентами одной большой картины. Волочинский, мы все время говорили с тобой, взаимность, принцип взаимности. Этот принцип взаимности, он и на нем и основывается доверие. Вот как-то вот таким образом я себе это представляю, может быть, несколько сумбурно, но я думаю, что, в общем-то, специалисты и политологи, и НДОшники, эксперты и так далее по разным, это же отраслевые могут быть эксперты в области образования, энергетики, в области там разных. Чем больше будет таких совместных групп армяно-азербайджанских работать над решением этих проблем, тем больше будет доверие, тем больше будет расширяться пространство сотрудничества, и постепенно ситуация начнет нормализовываться, и стороны перестанут бояться друг друга, и наоборот, так сказать, будут испытывать большее доверие. Вот как-то вот такие мысли в голову приходят, честно. Ты знаешь, что на самом-то деле, вот то, о чем ты сейчас говорил, я не знаю, может, со мной тоже не согласятся, может, скажут, что это бред, глупость и так далее, но я считаю, что это очень рабочий, очень правильный план, я бы назвал его планом Валерия Чичелашвили, схема решения, потому что открытость, информационная открытость, она всегда дает достаточно хорошие результаты, то есть, если там действительно будут люди, которым доверяют и та, и другая сторона, постоянно, как бы постоянно меняя друг друга, и если они будут постоянно освещать, постоянно разговаривать с людьми, постоянно говорить об их проблемах, и армянской общины, и азербайджанской общины Карабаха, то это лучшие гарантии просто трудно придумать на самом-то деле. И потом это будет еще и сдерживающий серьезный фактор. Но, кроме того, надо знать, надо понимать, что не все силы будут заинтересованы в успешной реализации этого плана. Не все. К этому надо быть готовыми. Не к этому противостоять, противодействовать. И даже, я тебе скажу, вот сейчас мы с тобой озвучили какие-то компоненты, ты посмотришь, какая волна критики пойдет, и с одной, и с другой стороны. Но это ничего, это нормально. Значит, потому что в процессе критики могут возникнуть какие-то новые идеи. Но я думаю, что вместе с критикой, я думаю, обе стороны увидят какие-то рациональные элементы в этом подходе. И, может быть, на этих рациональных элементах можно будет построить потом дальше план действий, что делать и как выходить из ситуации. Потому что на самом деле у всех у нас одна и та же задача. Не только для граждан, которые живут в Карабахе, не только для граждан Азербайджана или Армении, но и для граждан Грузии, и для всех людей, которые живут на Южном Кавказе. Три задачи основные. Безопасность, благополучие, перспективы развития. И этого мы можем добиться гораздо лучше все вместе. Потому что если все вместе будем над этим работать, то наши ресурсы и время не будут тратиться на эти все абсолютно бесполезные, ненужные, вредные конфликты. В общем, ну и все, все, весь этот негатив, который, к сожалению, сегодня есть у нас. Валер, абсолютно верно. Конечно, я понимаю чисто гуманитарные аспекты и так далее и тому подобное. Но если говорить про политику в чистом виде, очень важно для нас, чтобы эта проблема была для нас, для Грузии, для нас с тобой, как граждан Грузии, чтобы эта проблема была решена, потому что эта проблема – краеугольный камень, который решает проблемы дальнейшего отношения Армении и Азербайджана. Ведь с наступлением мира все же не заканчивается. Все только начинается. Начинается работа. Вот, кстати, еще вот мне сейчас пришло в голову еще одна идея. Вот многие говорят о том, что да, вот в Грузии есть такой опыт совместной жизни, там армянская, азербайджанская общины грузины имеют какой-то опыт и так далее. Я думаю, что вот грузинские эксперты, если вот организовать пул армян-азербайджанских экспертов, которые над этими на земле будут работать там, в Карабахе, я думаю, что грузинские эксперты с удовольствием бы к этому присоединились, если бы, конечно, было согласие и армянская стороны, и азербайджанская. Я бы, например, я не вижу для себя более важной задачи сейчас, чем формирование этого пространства сотрудничества на Южном Кавказе, а сердце этого процесса находится в Карабахе. Я не вижу для себя более важной задачи, чем достичь стабильного мира и такого устойчивого мира в Карабахе, потому что понимаю, что, может быть, это самое важное, над чем сегодня должны работать все дипломаты Южного Кавказа, вне зависимости от того, какую страну они представляют. Я бы с удовольствием этим, если бы кто-то меня спросил или позвал, я думаю, что таких людей тоже можно найти, если это сможет как-то двинуть процесс вперед. Я думаю, этой возможностью тоже можно воспользоваться. Конечно, в том случае, если, конечно, наши коллеги из Еревана, из Баку с этим согласятся, ясное дело. Я думаю, да, по крайней мере, я это предложение обязательно озвучу. 19-го числа я пригласил на глобальный медиафорум в Баку, который не в Баку, он пройдет вообще в Шуше, в Шушу. И с этим предложением я тебе обещаю, что я буду приставать ко всем, кому только можно и нельзя. О, я тебе серьезно завидую, потому что мне интересно посмотреть, действительно, интересно было посмотреть, что происходит в Шуше. Я бы с удовольствием поехал. Я очень тебе завидую, что ты там окажешься. Мы обязательно с тобой съездим, я в этом абсолютно уверен. И не раз. Теперь переходим к нашим баранам. А про нашу тему, конечно же, о чем я с тобой не могу бы не поговорить, так это Мария Захарова. Цимбалюк, так как он ее знает, она его старая подруга, он ее называет памильярно, мы не будем этого делать, вдруг вспомнила про то, о чем мы с тобой вообще-то давно говорили, а именно про железную дорогу через Абхазию. Мой хороший знакомый, приятель, Айхалатян у нее спросил об этом, мол, как насчет железной дороги через Абхазию. И был следующий комментарий, что, мол, Россия работает над этим, Россия хочет этого, для России это важно и так далее и тому подобное. Давай так, что ответили наши власти и что ответила наша общество? Ну, наши власти ответили правильно, сказали, что ни о каких переговорах в этом смысле речи не идет, и общество, понятное дело, была очень негативная реакция. Я думаю, власти себе очень хорошо отдают отчет о том, что как только кто-то скажет, что об этом сегодня можно говорить с Россией, то его моментально вытащат за ноги из кабинета. Теперь, что касается самого этого заявления, я думаю, что оно сделано было в контексте ответа на вопрос, который задал армянский журналист. И там мне привлекло мое внимание то, что там она говорит о железной дороге через Абхазию. Она говорит о железной дороге через Грузию. Потому что Абхазия это и есть Грузия. Но она говорит через Абхазию, как будто у Абхазии, которая является частью Грузии, есть прямая граница, то есть прямо граница с Арменией. Как будто в середине, от административной границы между Абхазией и остальной Грузией, до пункта Садахло, как будто пустое пространство. Это первое. Потом, значит, второе. Значит, если последнюю внешнеполитическую концепцию прочитать вообще, мы с тобой как-то говорили, там Грузии вообще нет, не присутствует. Вообще. Раньше она там хоть 3-4 каких-то строчки было по Грузии. Это мы разбирали, это другая тема. Тут Грузия вообще... А Абхазия и так называемая Южная Осетия, Атехинвальский регион, там присутствуют двух местах. И в одном и том же контексте, в принципе, излагается идея о том, что и в дальнейшем Россия будет помогать становлению этих независимых государств как демократических, суверенных, развитых. Как будто Россия может кому-то способствовать в развитии демократии, когда, собственно, этой демократии близко не пахнет самой Россией. Вот. Третий компонент. Если бы Мария Захарова об этом сказала до 24 февраля 22 года, тогда бы, например, мы бы могли сказать, что да, знаете, первым делом отзовите свое признание Абхазии, закройте там посольство, скажите, что Абхазия является частью Грузии, как, собственно, они и признали. Правда, в техническом смысле это Россия признала, когда она вступала во всемирную торговую организацию. Но признайте политически, это не технически, а политически признайте, и потом мы с вами начнем об этом разговаривать. Это можно было бы сказать до 24 февраля. После 24 февраля, Гела, это все потеряло всяческий смысл вообще. Единственное, что тут не потеряло смысл, это то, что у наших абхазских сограждан должен сегодня, значит, пробудиться здравый смысл. Потому что нет никакого удовольствия сегодня сотрудничать в какой бы ни было области с насильниками и убийцами. И никакие железнодорожные и другие сообщения и так далее способствовать благополучию и безопасности наших сограждан в Абхазии не будут. А подытоживая все это, можно сказать, что, значит, это был выстрел в небо, информационный выстрел в небо Марии Захаровой. И, значит, ее эти слова провалились сразу в информационном поле. И не думаю, что на это надо обращать какое-то внимание. И самое главное, я увидел по реакции сегодняшних властей Грузии, они тоже очень хорошо себе это... Они вообще все, что можно было, уже сделали для России тем, что открыли там 39 или 40 полос, я не знаю, в Верхнем Ларсе, и вкладывают сотни миллионов ларей для того, чтобы провести автобан из Верхнего Ларса до Тбилиси. И это тоже, я считаю, инвестиционной, по меньшей мере, если только об инвестиционной политике говорить, инвестиционной ошибкой. Но максимум, что они сделали, они уже сделали. А Абхазия и железная дорога – это такая тема, которую сегодняшние власти в России решить не смогут и не успеют. У них другие проблемы возникли. На других железных дорогах. И с тем они должны будут работать и справляться со своими собственными. Об этом сейчас... Ну а госпожа Захарова ответила, как она должна была ответить. Ясненько. Ясненько, Валер. Ну что ж, я все еще думаю, что они обязательно предпримут и будут давить, и предпримут сверхусилия для того, чтобы протащить вот этот план. А потом начать мирный процесс наш с Абхазами и Асетинами. Ну мы знаем, что такое их мирный процесс. Но это единственный вариант для того, чтобы им втянуть нас вот в свой чумной барак. Но в этом чумном бараке, кстати, в этом чумном бараке приезжали же ребята по санкциям. И вот то, о чем мы с тобой все время говорили, Грузия санкций не нарушает. Грузия – часть экосистемы по параллельному импорту. Это разные вещи. К сожалению, журналисты грешат и наши, и украинские, и другие. Грешат тем, что они путают нарушение санкций и параллельный импорт. Вот как бы вот это объяснить, это не есть хорошо, кстати, по поводу параллельного импорта. И нам надо что-то с этим делать. Но я думаю, что за это нас наказывали Грузию как страну и конкретно те власти наказывать не будут. Но нам, обществу, же надо что-то делать. Слушай, параллельный импорт может быть или легальным, или нелегальным. Легальный, легальный, но все равно. Значит, сегодня итальянские и французские вина продаются на рынке в России. Там. Да? Никто же не запрещал экспорт французским виноделам и итальянским продавать вина там. Запрещал. Не запрещал. Теперь. Соответственно, и грузинское вино тоже может там легально продаваться. Вот. Но это, понимаешь, мы же в прошлый раз, я даже цифры приводил, да? Да, да, я приводил цифры. Мы провели исследование, да, и только две товарные позиции там возникли, у нас какие-то сомнения, что не означает, да, что мы оперируем же официальными данными, мы не говорим о контрабанде. Контрабанда – это совершенно другое дело, да? Про контрабанду сейчас откуда мы можем знать, эксперты там? Мы оперируем данными, которые статистическая служба публикует. Вот. Поэтому я думаю, что мы не нарушаем санкции. Это правда. Во всяком случае, так видно. Но, понимаешь, есть еще другая сторона. Есть сторона, которая связывается с тем, что насколько мы разделяем принципы и ценности Европейского Союза, куда мы стремимся – это раз. И второе. Насколько мы разделяем ценности и принципы нашего стратегического партнерства с нашим верным другом и партнером Украиной, которое находится в том положении, которое лучше, чем мы, никто не понимает и не знает. Вот. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что у грузинской дипломатии было и еще остается очень большое поле для маневра. Для того, чтобы быть понятным нашим стратегическим партнерам, коммуницировать с ними, объяснять позицию Грузии, да, и одновременно быть принципиальными в каких-то вопросах. А быть принципиальными – это означает, что магическая цифра 31. 31% присоединения нашего внешнеполитическим решением Европейского Союза – цифра совершенно недопустимая. Совершенно недопустимая, которая не выдерживает никакой критики. Вот. И с этой точки зрения у нас совершенно полный безлад. То есть, так это, это по-украински было. Полное расстройство, понимаешь? Потому что, смотри, я думаю, что вообще те, кто готовят свои какие-то выкладки для премьер-министра в том числе, эти люди как-то недобросовестно вводят, наверное, в его заблуждение. Потому что он, например, вот сейчас это не тема нашей беседы, но в парламенте, например, он озвучил одну из тест своих, ну, обычных, что Грузия по реформам гораздо дальше продвинулась, и Украина, и Молдовы, и поэтому несправедливо, что нам не дают статус кандидата, а другим дают. Значит, я специально также, вот мы в ДИСАК сделали, это будет у нас на сайте, в феврале был технический, технический дополнительный отчет Европейской комиссии о том, как мы выполняем свои обязательства по приближению к Европейскому Союзу по главам, в соответствии с нашим договором об ассоциации. И там несколько критериев, там начальный этап, такой, как это, moderate, moderate level, умеренный, нет, сам левел, значит, начальный этап, там какой-то этап. В общем, начальный уровень, средний уровень и следующий уровень. И четвертый, четвертый уровень хороший, good level of preparation, а потом well advanced, пятый, да? Так вот, из этих трех стран, четырех, только в четырех главах, и только у одной Украины, есть хороший уровень приближения к Европейскому Союзу. У нас этого хорошего уровня нет ни в одном, ни в одном чептере, да? Вот, поэтому однозначно Украина нас опережает в реформах и в приближении к Европейскому Союзу. И да, премьер-министр прав отчасти в том, что мы опережаем в общем контексте Молдову. Но зато Молдова практически стопроцентное присоединение к решениям внешнеполитическим Европейского Союза. И Майя Санду является одной из любимицей сегодня политиков Европейского Союза, да? Одной из любимиц, самой популярной вместе с Зеленским. Но президент Зеленский это отдельная тема, он вообще не просто, он формирующим политиком сегодня европейским является, формирующим повестку и так далее, да? Но Майя Санду, она, ну, в ее проевропейскости не сомневается никто, вот, да? И в ее принципах, в ее ценностях, в системе ценностей и так далее. Что в нашем случае, мягко говоря, оставляет желать лучшего, вот. Поэтому, поэтому вот у нас, у нас дело проблемы, к сожалению, да. Теперь ясно, что выросло, что маемо, то маемо, как говорят наши братья-украинцы. И, Валер, еще одна тема, которую я бы хотел с тобой обсудить, это проблема релакантов из России. Я вот недавно приехал, вчера буквально ночью приехал из Батумио, и так вот в моем родном городе очень интересная картина складывается, вот смотри, нежели даже здесь, в Тбилиси. Старый город, да, ну, ты Батумио прекрасно знаешь, конечно же. Старый город, это вот такая туристическая многоголосица. Это вот, тут говорят на иврике, тут на арабском, тут на турецком, тут на английских. Какой только мулаток видел, очень, кстати, красивые мулатки. Чего я только там не видел, понимаешь? Это вот старый город, советская, вот застройка советской эпохи, ну, где-то от улицы Браташвили туда идет. Это уже такой, знаешь, микс грузина, грузинская и русская речи. Я сейчас не знаю, на лбу же ни у кого не написано, гражданин России, гражданин Украины, гражданин Белоруссии. Но все равно по голосу понимаешь. Такой микс и, ну, достаточно мирно уживающийся микс. Даже вот с ребятами говорил, там с друзьями сына разговаривал и так далее. А вот новый город, то, что называется новый бульвар, и за новым бульваром до территории аэропорта. Ну, это классический российский город. Вполне русскоязычная пространство со своей заводной экосистемой и так далее и тому подобное. И знаешь, что все это создает определенное напряжение. Проблема есть. Если бы проблемы не было, мы бы ее не обсуждали, правильно? Недавно, кстати, на Deutsche Welle прошла очень интересная программа на эту тему. Сейчас были Тина Хидашелли, Георгий Горгадзе и Виктор Эпиани. Программа «В самую точку». Да, я видел, да. Надо было... Я с ними тоже хотел бы поговорить. Я оставлю ссылки в описании. Покажу вот сейчас фрагмент из этой программы. Очень интересно они поговорили. Сейчас мы говорим о 85 тысяч человеках. Вот эти 85 тысяч – это опасно? Мы не знаем, чем они занимаются. Это самый главный вопрос, да, потому что у грузинов есть такой инсекьюрисис, да, что эти люди занимают их работы. Вот нам пишут в чате наши зрители, к сожалению, по опросу большинство граждан Грузии плохо относятся к россиянам. Почему? Плохо относятся к тем россиянам, которые отказываются, не знают, даже не помнят, что в этой стране была война с Россией. Это было 14-15 лет тому назад. Это была война, которая закончилась с оккупацией двух, 20% территорий Грузии. А когда приезжает человек и говорит, что политика не занимается, я не хочу знать, что делала Россия в 90-х, что делала Россия в 2008 году. Вряд ли они ходят по улицам и так говорят. Нет, это бывает на бытовом уровне. Иногда, когда в некоторых ресторанах украинские флаги и так далее, и некоторые россияне себя чувствуют некомфортно. Или там звучит украинский гимн, и они считают, что это такое и так далее. Вот тогда появляются вот эти бытовые проблемы. Не надо удивляться. Я абсолютно разделяю мнение моих коллег. Слава богу, в этой стороне нет русофобии. И если мы разделим вопрос опять на моральную составляющую, я думаю, что из этого противостояния, из этого конфликта грузинское население вышло победителем. Что ты думаешь по этому поводу? Вот это проблема, 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 и что государство может делать? Хорошо, допустим, общество понятно, общество разгрузы шатаний. Что государство может сделать? Значит, недавно было исследование опубликовано, вполне интересное там, которое изучало настроение российских экспатов, которые последнее время, и вообще, ну, этой группой людей, которые живут в Грузии постоянно. Так вот, что привлекло мое внимание, что большинство из них не поддерживает Путина, хотя где-то 10% поддерживает. Вот это, да, это, 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 и практически все из них поддерживают членство Грузии в Европейском Союзе и в НАТО. Потому что, наверное, они ощущают и ассоциируют свою безопасность, да, с развитием демократии в Грузии и с членом, с членством Грузии в этих двух организациях. То есть у этих людей безопасность и благополучие ассоциируются с европейским, потому что, ну, очевидно, они ездили, они понимают, они убежали там в большинстве своем от путинского режима и так далее. Теперь, я думаю, что с этой точки зрения, в общем, та группа людей, которые сегодня находят в огромном своем большинстве, конечно, не все есть, так и, наверное, какие-то откровенные путиности, наверное, тоже там есть. Хотя, значит, они не позволяют себе, и по понятным причинам не позволяют себе каких-то там высказываний этих георгиевских ленточек, там, русских флагов и так далее, там, каких-то криков, отдельные эксцессы, может быть, есть, но, в принципе, они не видны. Но, я думаю, что, вот еще особенно в контексте вот этих пригожинских дел, там, путча мятежа, там, чего-то там договорника-недоговорника, но не понимаем мы, на самом деле, что там происходит в этой России. Не понимаем. А когда ты не понимаешь, что происходит в такой стране, как Россия, надо максимально ужесточать свои рычаги воздействия на ситуацию, в данном случае контроль на границе. Теперь, как это надо сделать? Что должно сделать государство? Оно должно установить жесткий контроль над теми людьми, которые въезжают в Грузию на длительный срок. Я думаю, что можно оставить вообще туристический без визит. Например, да, если человек хочет на две недели приехать в Батуми, там, или в Белиси, или в Кахетти, да, на две недели он может вполне легально приехать, значит, побыть здесь и уехать. Ради бога. Пусть это даже будет без визита. Но если человек хочет приехать сюда на длительный срок, тогда мы должны понимать, зачем, кто этот человек, какая у него подготовка, что он говорит, как он должен соответствующее заполнить анкету. И в этом анкете могут быть, например, такие простые вопросы, да, значит, что такое Абхазия и чей Крым, в частности, да, чтобы мы видели, кто к нам едет и с какой целью. С инвестиционной ли целью там, с собственным бизнес-проектом, или просто потому, что он устал от Путина и хочет отдохнуть где-то в другой стране. Вот, с этой точки зрения надо, конечно, ужесточать контроль на границе и, безусловно, как первый шаг. Это было бы совершенно безболезненно. Кстати, как первый шаг, надо вводить визовой режим на владельцев дипломатических и служебных паспортов. И, кстати, вот ввести это, это будет совершенно безболезненно, с нашей точки зрения, с точки зрения наших интересов шаг. И ввести этот режим, интересно было бы посмотреть, что предпримет Москва в этом смысле. После этого. Вот. И в зависимости от этого потом уже дальше развивать эту концепцию и объяснять, что, ребята, вы не контролируете ситуацию внутри собственной страны. А мы должны заботиться о своей безопасности. Это очевидно, это, ну, это нормально, это можно объяснить в рамках того же, так сказать, формата Карасина-Абашица. Позвонить и объяснить, что сейчас чуть не взяли Краснодар, взяли Южный военный округ в Ростове и так далее. Мы беспокоимся, поэтому мы ужесточаем контроль. Будьте, так сказать, знаете, что вот это таким образом происходит. И вот это совершенно было бы нормально. Валер, я, в общем-то, с тобой абсолютно согласен. Единственное, где у меня вопросы будут, в вопросе фильтрации, мы много раз с тобой об этом говорили. Я боюсь жуткой неэффективности наших. Я боюсь, что опять вот, вот сегодня мне написал еще один парень, что отказали ему в гражданстве, ну, грузин. Ну, грузин, ну, родился он в Абхазии и уехал потом не по своей воле, ему отказали в гражданстве. Ты понимаешь, что при таком подходе, который у них сейчас, хочу, даю, хочу, не даю, домхолизация полная. Домхолизация – это грузинское слово, которое означает, извините за выражение, бардак. При этом подходе вот этот бардак еще больше добавится. Вот единственное, что меня беспокоит, но само ход мысли правильный, направление правильное. Вопрос в реализации. Мы должны... Ну, Кела, мы с тобой, к сожалению, на вопросы реализации повлиять никак не можем, да, сейчас. Пока власть, институты, они делают то, что делают, потому что мы понимаем, что на границах происходят несколько странные вещи. Люди, которые понятны своими, которые всегда боролись против системы Путина и так далее, как, например, писатель Быков или там блогер Шендерович и так далее, им запрещается въезд или создаются какие-то... Или там известный блогер Романов, например, да. Много таких случаев было, когда людей не пускали и на грузино-армянской границе, и на Ларсе. А с другой стороны, те, которые там... Там семья Лаврова там и другие там какие-то люди, да, они... Кобеева приезжала, что ты хочешь? С Кобеева была? Да. Правда, на Инкции не приезжала. Ну, скажи, я не думаю, что мы не... Мы не понимаем этой логики, и никто нам эту логику не объясняет. И, к сожалению, повлиять на эти действия, да, например, кто-то составляет какие-то списки, кому можно заезжать в Грузию, кому нельзя. Мы с тобой не имеем влияния на эти списки и не сможем их влиять. Но мы, например, можем посоветовать нашим властям ввести визовой режим для владельцев дипломатических и служебных поспортов. Да. Это очень просто и понятно. Да. И мы попытались с тобой объяснить, почему. Потому что там, если они, например, ведут, так сказать, на принципе взаимности дипломатические, там, визы для владельцев наших дипломатических и служебных, ничего страшного. Если по служебным делам кому-то надо будет поехать в Москву, например, тому же, там, господину Абашидзе, да, на переговоры, ну, русские выдадут ему визу. Или мы выдадим Карасину, если надо будет, чтобы он приехал сюда. Ничего страшного, да. Но этот первый шаг, это совершенно безболезненный шаг, но с точки зрения, значит, того, чтобы понять, что как там структурировано мышление в Москве сегодня. Потому что мне уже трудно, трудно понять отсюда многие вещи. Да, вот мне было бы очень интересно посмотреть на реакцию на такое возможное решение наших платежей. Действительно, это было бы очень интересно, очень интересно было бы. Олер, у нас время заканчивается так быстро, что я не успеваю оглянуться, и это обидно. Потому что ты задаешь очень интересный вопрос. Спасибо. С другой стороны, я, смотря на тот вид, который у тебя вот за спиной, я понимаю, что я очень виноват, что отрываю тебя от такого чуда в этот прекрасный субботний летний день и заставляю говорить на политические темы и так далее. Спасибо тебе огромное за это. И спасибо всем нашим друзьям, которые смотрели эту передачу. До новых встреч, друзья. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава.